Здарова! Сейчас я обучу вас фокусу, который называется Три карты Монте. Вообще в самом его оригинале. Для этого фокуса нам понадобится три карты. Одна из них самая обыкновенная. Вот. Эта карта простая, мы с ней вообще ничего не делаем. После чего у нас идёт туз с вырезкой такой, семёрочкой. И семёрка с вот такой вот вырезкой туза. Эти карты естественно можно приготовить самому. Это мы берём следующим образом. Берём две карты семёрки. Отрезаем одной из них. Вот такой вот кусочек. После чего этот кусочек клеим на одного из тузов. А в другом, берём ещё два туза. Ещё с одного туза мы вырезаем такой кусочек клеим на семёрку. И вырезать кусочки нужно небольшие, чтобы мы могли запросто их спрятать под большой палец. Вот выйди раз, и всё, их не видно. Можно, конечно, купить самые настоящие карты. Там туз 2 и 3 идёт. Но это естественно большие затраты. Я не знаю точно сколько они стоят, но они вроде дорогие. Вот. Вот так выглядят карты для этого фокуса. Ещё один такой совет. Если вы будете сами делать этот, как бы, гиммик эти, то у вас будут вот такие вот рубцы. Я думаю, сейчас вы видите. Вот тут такие рубцы будут, как бы, отрезанные карты. Но я вам советую когда показывать эти три карты, браться просто на этих рубцах. И всё. Я как бы так показывал в школе, реально все просто офигевали. Ну ладно. Приступим к самому фокусу. Не знаю. Можно долго думать, как эти карты вообще представлять. Но не знаю. Я показываю фокусу следующим образом. Я показываю, держу вот эти вот маленькие уголки. Сначала справа, снизу. И открываю карты на максимально стороны. То есть, чтобы зритель увидел их по отдельности. Ну, как бы не по отдельности, но видел его в полный рост. Обращаю внимание на то, что наш туз находится слева. Потом я эти карты закрываю. Смотрите. Вот так вот встряхиваю. И у нас туз уже оказывается на второй позиции. То есть, это очень просто. Смотрите. Вы берете, показываете сначала карты вот таким вот образом. После чего вы задвигаете. Берете указательным пальцем и большим в центр этих карт. И когда вы трусите, вы просто таким вот образом, с большим, ну это, средним пальцем, вы переворачиваете эти карты. И у нас получается уже эти уголочки будут сверху слева. И как бы туз вот реально перемещается. Стряхнули. И показываем туз уже на третьей позиции. Ну, я думаю, одного раза будет достаточно для того, чтобы разогреться. Вот раз. Туз слева. Взяли, сложили. Взяли в центр, потрясли. И показываем уже туз по центру. Итак, что же вы делаете дальше? Что я делаю дальше? Дальше идут эти три оригинальных секрета. Три оригинальных фокуса. Смотрите. Первый фокус, это когда мы берем с центра туза. Убираем сначала на стол. После чего, может быть вот такая ошибка. Когда у нас туз по центру, мы его убираем. И у нас остается вот такой зазор. Если вы повернете, то вы можете спалиться. Вы все время контролируйте, чтобы этот зазор был минимальным. Не вот такой вот зазор, а вот так вот. Я думаю, вы поняли. Вы показываете. Осталось у нас 7 и 9. Семерку, к примеру, убираем сюда. И девятку. Ее в самую последнюю убирайте. То есть вы вот так показываете в полный рост ее. И убираете, к примеру, вот сюда. Теперь мы просим зрителя. Ну, вот так. Крутим. Квертим. И все. Просим зрителя показать на туза. Начинаются догадки. То, что там, не знаю, туз здесь. Но, если вы делали как я, что у вас были уголки с верху, слева. То вы просто берете эту карту и сразу показываете туза. То есть вы. У вас сейчас получается уголок. Сверху, справа. И вам остается всего лишь только закрыть пальцем и показать здесь туза. И в следующий раз, чтобы показывать, не переворачивать карту, а сразу уже показывать этот фокус. Вы берете не вот так вот карту. Тогда у вас этот уголок будет справа, снизу. А вы вот таким вот образом переворачиваете эту карту. И берете, как бы, переворачиваете ее. И у вас теперь уголок сверху, слева. То есть это вам просто помощь. После чего зритель думает, тогда уже гадает, потому что он реально не знает. Он думал, что туз здесь, его тут нет. Тогда он уже начинает гадать, что это, к примеру, здесь девятка. Мы тут берем, опять же, поднимаем. Закрываем. И показываем семерку. И опять точно так же, вот так я сейчас покажу. Перевернули. И взяли. То есть у вас уже два уголка будет сверху, слева. И потом показываете семерку, или девятку. Девятку вы просто показываете полностью. Вот. Потом, уже немножко потяжелее. Вы берете, к примеру, блок из-под карт. Показываете туза. Убираете в центр. Не забываем про, как бы, разъем между картами. Показываете, что у вас осталось 7 и 9. На туза вы кладете колоду 7 и 9. Вы, без разницы, как, вот так вот их раскладываете. Пару раз, там, к примеру, покрутили. И спрашиваете, где туз? Ну, естественно, зритель скажет, что туз здесь. Здесь вы спокойно откладываете коробку, берете эту карту и показываете, что здесь семерка. После чего вы вот этим движением берете карту. Тогда уже зритель начинает гадать. Тогда туз давай здесь. Здесь вы показываете. Здесь девятка. Вы просто кладете и закрываете семерку. Так, раз. И потом показываете, что у вас здесь туз. Вот и все. Что еще там было? Еще был один фокус, когда мы брали в руках, прям превращали туз, к примеру, в семерку. Мы показываем, берем семерку, откладываем в сторону. И показываем, что у нас здесь вот, видите, туз и девять. Мы просто берем наш значок туза, закрываем в руке. И потом вот так вот резко начинаем так бить. То есть у нас уже в руках оказывается семь и туз. Что вы делаете дальше? Дальше вы просто берете вот так, закрываете. Закрываете этот уголок. И после чего вы показываете, что уже здесь у вас туз. Что еще можно крутить с этими картами? Реально убивающей фишкой будет. Это если вы возьмете, покажете здесь туз. И после этого просто вот так перевернете эту карту. Вы спрашиваете у зрителя, с какими картами я только что показывал тебе фокус. Зритель скажет, это было семь, туз и девять. После этого вы так немножко встряхнете и показываете то, что у вас две семерки и девятка. То есть реально прикольная вещь. То есть это добивание. То есть вжали, показали туз. У вас здесь уже семерка. Вы просто переворачиваете вот так. И у вас здесь вот уже две семерки. После этого можно закрыть карты. Вот так вот встряхнуть. И показать уже как бы девятку и два туза. Вот такой вот был фокус. Ну и стоп, стоп, стоп. Еще хотел бы еще помочь. Это в кармане держать три карты обязательно. Это девятку, семерку и туза червового. Семерку пиковый и девятку пиковый. Просто вы возьмете, полезете в карман. Там вы запросто эти карты поменяете. И если зритель вдруг там скажет. А ну покажи карты. А вы ему достаете отдельно девятку, отдельно семерку и отдельно туза. И все. И вообще жестко. Вот такой вот был фокус. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь. Пока.